Казахстанская Медиа Академия представляет Медиа Репортаж Программа Медиа Репортаж продолжает освещать пресс-конференции, круглые столы и мастер-классы в рамках второго международного кинофестиваля, который проходит в Алматы. Любой успех зависит только от вас, а я Екатерина Черкашина. Приветствую вас, друзья, и с удовольствием расскажу, с чего начался сегодня шестой день кинофестиваля. Наша съемочная группа прямо сейчас отправляется на заседание круглого стола, где будут обсуждаться вопросы кинотеатрального бизнеса. В нем принимают участие представители российского кинематографа, а также Казахстана и Франции. Давайте вместе разбираться в этом вопросе. Пойдемте в зал. Кинотеатральный бизнес – это продажи кота-бышки. Мы продаем, это скажем, дистрибьюции, то есть мы пытаемся продать, причем продаем по двум направлениям. Соответственно, продаем бизнес, это какие-то центральные сети, с другой стороны продаем зрителю, это уже аудитория. Аудитория продаем продукт с негарантированными свойствами. Фильм может собрать, может не собрать, может собрать сразу, может разогнаться потом. Важно понимать свойства продукта, как на него будет реагировать зритель. Учитывать это при планировании релиза в кинотеатрах, для того, чтобы не получить эффект разочарования. И в тот момент, когда кино неожиданно на третьей, четвертой, пятой неделе начинает работать в длину, а эффект разочарования не почувствовали на первую двух неделю, привело к тому, что количество сеансов на этих тридцать, четвертых, пятых неделях уже снизилось. Поэтому это, наверное, основной – это год в мешке, и это менеджмент экспектейшнс. То есть вы пытаетесь заглянуть в будущее и решить, что там будет? Да. Вы часто ходите в кинотеатры? Я, да, очень часто, потому что это связано с моей работой, с моей профессией, и я просто люблю кино. Какие-нибудь минусы в работе кинотеатров вы замечали? Кинотеатров Казахстана? Да. Скажу, что уровень кинотеатров очень растет, и сейчас действительно кинотеатры думают о зрителях, то есть это связано и с качеством картинки, и с качеством даже тех же самых кресел, услуг таких. Поэтому я вполне доволен, на самом деле, как зритель. Любите казахстанское кино или зарубежное? Смотрю и то, и другое. Стараюсь не пропускать казахстанское кино, то есть отслеживать, что идет на рынке сейчас. И также вижу рост отечественного продукта, качество его. Как уже сказали, что эти фильмы и универсал, это очень важно, что это рисковый бизнес. Потому что абсолютно невозможно предсказать мировой рынок. Потому что на самом деле не существует единого рынка, существуют разные рынки. И поэтому для нас, для независимых продюсеров, очень сложно определить, это как мы будем общаться на каждом рынке. Мы говорим не только о маркетинге и о том, как составляют пакеты, но... Потому что иногда нам страшно важно, где показать впервые картину. И для нас в таком случае становится, что самый важный игрок поначалу – это пресса. Мы на нее работаем. По кинотеатральному бизнесу. Все здесь присутствующие понимают, что не может быть здоровым кинотеатральный рынок в стране, если у него нет правильных инструментов, общепринятых к тому, чтобы называться легальным прозрачным рынком. Мы живем в России в прозрачном легальном рынке. Этому помогают системы отчетности. И хочу сказать, что для нас, когда появился ЕАИС, был уже лентрат, но тем не менее, это стало большим счастьем. Потому что и прозрачность рынка расставила очень многие точки и акценты. Мы стали четко понимать, что такое ответственность перед партнером, что такое, какова реальная доля тех или иных дистрибьюторов, которых все больше в нашей стране. И думаю, что здесь как раз Казахстан сейчас стоит вот в начале этого пути. Рынок начинает расширяться, формироваться. Появляется здоровая конкуренция. Поэтому самое главное для кинотеатрального бизнеса, который очень многослойен, и это связующее звено между огромной аудиторией и теми игроками, креаторами, которые продают кино, это понятные правила игры. Понятные правила игры. И, собственно, основной вот такой момент. И для того, чтобы все эти наши процветали, есть ли какие-то сейчас уже ясные указания, что нам нужно делать, есть ли у вас план помощи. В 2010 году наше государство создало некую систему, которая получила название ЯИС. На самом деле, это аббревиатура. Аббревиатура очень длинного, сложного термина, который надо было как-то облегчить, чтобы рынок как-то к нему привык. Могли бы назвать золотой рыбкой, привыкли бы быстрее. На самом деле, что такое ЯИС? ЯИС – это возможность увидеть рынок кинопроката и вообще рынок национальной киноиндустрии в режиме реального времени на экране своего мобильного телефона в любой момент. Всегда. И оценили всю ее эффективность за счет инструментов аналитических, которые дает данная система, смогли поднять собственную эффективность и увеличить доход собственных компаний на 15-17%. Ничего себе. Алия, что происходит у нас? У нас в засаде закона, о котором мы говорили, в прошлом году он был еще законопроектом, а сегодня это уже действующий закон. В конце 2018 года он вступил в силу. В течение этого года его, скажем так, пытаются внедлить. Есть очень много инструментов, механизмов, которые этот закон предусматривает. То, что касается непосредственно кинотеатров, то есть наша часть, о чем я могу говорить, это в первую очередь субтигрирование на национальном языке и в вторую очередь как раз-таки единая система отчетности. У нас был забавный случай буквально весной этого года. Я говорю нашему юристу сети, я говорю, слушай, по закону там должна появиться единая система, давай напишем письмо, почему-то никто не звонит, не приходит, напишем письмо в министерство информации и скажем, ребята, где мы на старте, мы, вот, что делать? Мы написали письмо, первое, нет ответа, написали второе письмо, и нам в ответ на него звонят и говорят, здравствуйте, а вы сеть кинотеатров, да? Мы говорим, да. И мы за то, чтобы быть прозрачными, ну, вот, участвовать в этой системе, мы говорим, да, что нам делать, куда данные отправлять, вот они у нас лежат. И он нам говорит, а можно связаться с вашим айтишником? Мы говорим, зачем? И он нам отвечает, ну, чтобы понять, как нам сделать эту систему. Мы говорим, как бы мы, а он говорит, ну, у вас же есть опыт. Но зато они честные. Да, очень честно, со всех сторон было все честно. И в итоге я им говорю, ребята, давайте мы вам также напишем еще раз письмо и скажем, что мы готовы выступить, не знаю, экспертом, или выступить проданным, там, не знаю, премьером, еще как-то, ну, в общем, посодействовать вам. Но даже, может быть, поделиться контактами, там, Рентрак или студии, чтобы вы узнали у них опыт этой работы. Но радует то, что они хотят и готовы и приступают к этому. Но, опять-таки, это как раз время. Время на то, чтобы это все сначала создать. Время на то, чтобы эти ошибки обточить. И время на то, чтобы те сети, которые сейчас, скажем так, не видят этой эффективности, чтобы они ее приняли. Потому что с нашей стороны, в моем видении, это абсолютно комфортно работать прозрачно с дистрибьюторами, со студиями, с прокатчиками, поскольку, возвращаясь к коту в мешке, это хорошо, что студии тоже понимают, что мы тоже, они продают кота в мешке, а мы его покупаем, этого кота в мешке. И когда через неделю или две мы начинаем видеть определенную реальность, и когда бизнес выстроен прозрачно, у нас всегда есть возможность что-то там попытаться улучшить, какие-то картины можно потянуть, либо наоборот сбавить. Когда нет этой прозрачности, то непонятно, кто за что. Кто что хочет улучшить, и кто где, каким образом хочет заработать. Когда есть эта прозрачность, диалог очень короткий и простой, все на цифрах, и все понятно. Поэтому я однозначно за то, чтобы у нас это казахстане было, но, к сожалению, или просто в реальности, нужно время. Алия, поделитесь с нашими зрителями, в чем секрет успеха сети кинотеатров «Синемакс»? Я считаю, что здесь несколько факторов самых главных. Самый главный и самый первый, потому что наш приоритет – это наши гости. Гости приходят и возвращаются туда, где им было комфортно, где им было хорошо. Поэтому, наверное, одна из самых главных баз – это все-таки определенный сервис и технологическое преимущество, которое мы всегда стараемся дать тем людям, которые приходят именно в наш кинотеатр. Второе – это, разумеется, взаимоотношения с нашими партнерами, поскольку мы всегда стараемся взять именно актуальное кино, именно то кино, которое будет интересно, опять-таки, нашим гостям. И из этого складывается расписание, которое мы в своей практике пересматриваем ежедневно, исходя из, скажем так, спроса, чтобы наше предложение всегда этому соответствовало. И это, в свою очередь, несет очень много таких составляющих, когда для людей этот кинотеатр становится центром протяжения. Какие трудности Вы преодолели? Ну, трудности есть в плане, скажем так, культуры посещения кино. Есть моменты, где гостей нужно знакомить с какими-то правилами. Если говорить о внутренних сложностях, то мы очень хотели познакомить людей с онлайн-покупками, чтобы это все было прозрачно, чтобы они могли за минуту до начала сеанса купить эти билеты либо сдать их. И я очень рада, что на сегодня мы ко всему этому пришли и сейчас, наоборот, задумываемся о каком-то дальнейшем развитии. Ты такая молодая, генеральный директор. В чем успех? Как Вы пришли к этому? Я просто работала, работала много. И, ну, знаете, есть такой очень важный момент. Если ты любишь свою работу и делаешь ее с душой, то она обязательно получится. И в данном случае, наверное, это больше даже доверие наших акционеров, нашего главного акционера, поскольку Синемакс принадлежит группе компаний ТС. И наш акционер всегда ставит очень большие ставки на молодых специалистов, всегда поддерживает. И в данном случае это вот тот момент, когда для меня очень важно его доверие не, скажем так, не подорвать, не обмануть. И поэтому мы работаем. Ну и, конечно же, большая-большая заслуга в команде. Потому что в самом холдинге есть команда, управляющая команда, которые нас во всем поддерживают, и они гораздо меня старше. Сообщество, о котором говорил Вадим, оно очень тесное. Где мы каждый рынок, каждый ивент, каждое мероприятие, глаза в глаза общаемся, кинотеатр, дистрибьютор, маркетинговое бюро, которое работает в этой нише, все равно складываются определенные критерии. И мы, естественно, так просто правильнее, да, основываясь на этих рыночных критериях, пытаемся говорить, это хорошо, а это плохо. Основа, сейчас основа кинопоказа, это в первую очередь голливудское кино. То есть голливудское кино в зависимости от территории дает от 60 до 80 процентов. Я называю голливудское кино в данном случае как спинной хребет индустрии, да, то есть вот на нем держится, это основа. Локальное кино, как в России, российское кино, в Казахстане казахское кино, это гормон роста. То есть вырасти, скажем, постоянно, расти, постоянно увеличивать показатели в кинотеатрах на одном голливуде невозможно. Голливуд является основой, но на нем вырасти невозможно. Вырасти можно только, в первую очередь, за счет местного кино. То есть казахское кино, это гормон роста, это там, где с помощью казахского кино возможно расширять аудиторию. То есть, ну давайте так, как бы, в основном все кино выходит в Казахстане на русском с казахскими субтитрами, да. Казахское кино выходит на казахском языке, правильно? Ведь оно же не дублируется на русский язык, да? И субтитры не делаются на русский язык, зачем, как бы. Ну, на казахском выходит. Я более чем уверен, что процентов 40 аудиторий, которые приходят смотреть казахское кино, не ходят смотреть голливудское кино. Может быть, в том числе по причине языка. Поэтому казахское кино, это возможность для расширения аудитории. Алмаз, поделитесь впечатлениями, как вам круглый стол на тему кинотеатральный бизнес? Мы узнали замечательные вещи о том, что развитие местного кинематографа является триггером развития казахстанской киноиндустрии, ну и вообще кинотеатральной индустрии в том числе. И это дает большие надежды нам делать то кино, которое может занимать определенные свои ниши, делать коммерческое кино и обретать своего зрителя здесь, в Казахстане. Это было очень продуктивно и к тому же еще, ну это хороший нетворкинг, мы обмениваемся контактами, знакомимся. Все здесь приходят для того, чтобы помимо того, чтобы познакомиться друг с другом, пообщаться, еще и, собственно говоря, продать какие-то свои продукты, а также еще и, конечно же, обрести какие-то знания. Учиться всегда важно и нужно. А вы с вами ходите в кинотеатры? Обязательно, конечно, да. Я большой поклонник именно такого времяпрепровождения, и мы с детьми очень часто ходим, как на детские фильмы. Я иногда могу и сам пойти на какой-нибудь фильм в течение дня. Казахстанский или зарубежный? Как правило, я, конечно, предпочитаю зарубежные фильмы сам, но с интересом отношусь и к казахстанским. И когда есть такая возможность, я посещаю их тоже. Бурное обсуждение вопросов развития кинотеатрального бизнеса подошло к своему логическому завершению, друзья. Я надеюсь, что многим, кто не успел посетить это мероприятие, будет интересна информация в наших репортажах. Ну а я, Екатерина Черкашина, говорю вам всего самого доброго, до новых встреч и не забывайте про свой успех, ведь он зависит только от вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова